Привет друзья, вы на канале Домовой. Сегодня поговорим о такой прикольной и важной теме, как увеличить площадь покрытия Wi-Fi точки. Думаю каждый сталкивался с тем, что сигнал Wi-Fi у вас по дому или по квартире падает до минимального уровня, если вы находитесь слишком далеко от вашего материнского роутера. И пользоваться интернетом становится просто невозможно. Но решить данную проблему можно, например купив репитер за энную сумму денег, закрыв тем самым больной вопрос. Но платить мы не любим, а значит идем копаться в загашнике. В поисках старого ненужного Wi-Fi роутера. Замечательно, я раздобыл самый распространенный роутер DIR-300 от фирмы D-Link. Наверное каждый второй в России имеет такой старый ненужный роутер, у него сумасшедшая популярность была в свое время, и из этой черной коробочки будем извлекать толк, а точнее из него будем клепать репитер. И вовсе не отверткой и молотком, а настройками, то есть его надо настроить так, чтобы он усиливал сигнал материнского роутера и ретранслировал Wi-Fi сигнал, а следовательно и интернет на более длинные дистанции. Сразу замечу, данный ретранслятор будет резать скорость примерно в полтора-два раза. Сам я это не проверял, но меня и так все устраивает. Но для мобильных устройств снижение скорости вовсе не проблема, а значит на эти особенности можно закрыть глаза. Итак, у вас в руках роутер, приступим к настройкам. Хотя стоп, какие настройки? Для настроек требуется как минимум логин и пароль. Тогда с легкой руки берем тонкий предмет, типа скрепки, или как я, щуп от мультиметра, я же ремонтер, поэтому только щупом. Ищем отверстие на роутере, в котором размещена специальная кнопка, называется она Reset, то есть кнопка сброса настройок роутера до заводского состояния. Надавливаем кнопку и держим 5-15 секунд, у каждого свое время. И примерно ждем 1-2 минуты, когда перезагрузится роутер. И в сетях Wi-Fi появится новая подсеть для подключения. Замечательно, мы подготовили устройство. Но прежде чем приступать к настройкам нашего репитера, необходимо подготовить материнский роутер, на котором настроен интернет. А для этого подключаемся к сети материнского роутера. В данном случае у меня сеть называется Asus 4.1. Видим рядом сеть нашего будущего репитера, но о нем чуть позже поговорим. Вводим в браузерную строку адрес подключения к роутеру. Обычно это 192.168.1.1 или 192.168.0.1. И жмем интер. И как видим прогружается админская страница настроек роутера. И тут надо авторизоваться, то есть ввести логин и пароль материнского роутера. Вы же его должны знать. Обычно по умолчанию оставляют значение админ и пароль админ. Отлично, авторизация прошла успешно. Переходим в локальную сеть, чтобы посмотреть как сформирована сеть. Отлично, у нас IP 192.168.1.1. Это IP нашего роутера. И под маской сети по умолчанию 255.255.255.0. Переносимся на вкладку беспроводные сети. Здесь обязательно требуется внести небольшие изменения. А кое-какие параметры надо либо записать, либо запомнить. Итак, первое. Название сети. Регистр букв обязательно учитывается. Нижние подчеркивания, дефисы и тому подобное. Это все записываем. Второе. Канал выставить надо не в авторежиме, а именно фиксированный канал. Статический. Я выбрал шестой канал для своего материнского роутера. Третье. Необходимо запомнить метод проверки подлинности. Обычно выставляют WPA2. Персонал. А также шифрование. У меня выставлено AES. И четвертый пункт. Это пароль от Wi-Fi сети. У меня стандартный пароль от 1 до 8. Очень сложно взломать. Ну, не суть. Не об этом разговор идет. На этом этапе можно у нас закончить с материнским роутером. Мы запомнили все. Все, что надо, внесли изменения. Сохраняем настройки. Перезагружается роутер. Можно забыть про материнский роутер. Переподключаемся к сети Wi-Fi нашего будущего репитера. В браузер все так же вводим в адресную строку параметры 192.168.1.1. И у нас выскакивает админка, которая требует ввести новый логин и новый пароль. Я присваиваю стандартный логин админ и пароль админ админ. Вы делаете, как вам необходимо. Автоматом нас перекидывает на инфо-страницу. Теперь необходимо поменять язык на тот, который к вам ближе. Переходим на вкладку администратор. А тут хоп. И затребовали снова ввести логин и пароль. Хотя чего удивляться, мы же их сами только что ввели. Теперь надо авторизоваться заново под новым логином и под новым паролем. Прокручиваем страницу вниз. Видим языки. Устанавливаем любимый язык интерфейса. Жмем сохранить. Уходим на вкладку установки. Первое самое главное стп отключаем. Тип соединения я выставляю отключено. Все это нам не требуется. В установке локальная сеть обязательно роутеру репитеру присваиваем специальный адрес. Как у вашего материнского роутера, но последнюю цифру изменяем с единицы на двоечку. Подмазка в сети сохраняется как и в материнском роутере. Шлюз желательно указать такой же, как и адрес материнской сети. Аналогично это касается и DNS. Также вводим адрес материнской локальной сети. Уходим в настройки сети. Тут отключаем сервер раздачи ипов, ибо материнский роутер сам все раздаст. Все имена и ипы. Клиентскую службу желательно отключить. Она нам вообще не нужна. И самое главное, не забываем нажать кнопочку сохранить, чтобы перейти на следующей вкладке. Теперь аналогично перескакиваем на вкладку Wi-Fi. Тут немного настроек надо внести. Первое это тип беспроводной сети. Выбираем пункт репитер мост. Потом установить канал. Канал должен быть такой же, как на материнском роутере. Я выбирал 6 и тут выбираю аналогично цифру 6. Сохраняем. Теперь вводим имя сети нашего материнского роутера. Большими буквами я пишу Asus4-1. Все буквы и символы должны быть идентичны. И снова все сохраняем. Переходим на субвкладку по настройкам безопасности. Тут нам надо ввести параметр сети Wi-Fi. И пароль. Эту информацию мы взяли из материнского роутера. Все забиваем, так как на нем было. Все алгоритмы, пароли и режимы безопасности. Иначе ничего не выйдет у нас. После этого сохраняем. Переходим обратно на вкладку основные настройки. Проверяем и потом только жмем применить настройки. С этой секунды роутер пережевывает настройки, меняет режим работы, перестраивается, так сказать. Ждем 1-2 минуты, пока роутер не перезапустится и не заморгает иконка Wi-Fi. Отлично! Сеть репитера пропала и стала одна сеть Asus4-1. И мы как раз уже подключены к материнской сети. Давайте же проверим, как поживает наш репитер. Заходим в него. Для этого набираем в адресной строке браузера 192.168.1.2. То есть мы заходим на наш репитер. Видим сведения о системе, что все тип-топ. Проверяем настройки сети. А также проверяем настройки Wi-Fi. Все верно. И теперь интернет должен работать. Проверяем через спид-тест работу сети. Вполне нормальные для моего захолустья результаты. Сигнал и скорость довольно-таки стабильны. Результат получен. Дальше тестировать будем на телефоне. Итак, проведем замеры. Сейчас материнский роутер находится в 50 сантиметров от телефона. Проверяем скорость интернета. Ну понятно, что будет скорость высокая довольно-таки. У меня безлимитный интернет по-моему 20 мегабит в секунду, если не ошибаюсь, или 25. По-моему 20. Так, смотрим. Ага, отличный результат. 37. И второй результат. Ну тоже около того будет. А нет, меньше 27, наверное, 28. Отлично. Это у нас точка доступа материнская находится в 50 сантиметрах от телефона. Так, сейчас нахожусь на балконе. Роутер примерно в 15 метрах от меня. Материнский именно. Сейчас подключен интернет через Wi-Fi к материнскому роутеру напрямую. Видно, Wi-Fi сеть слабенькая. Вот. И проверим сейчас скорость интернета. Скорость интернета. Чебурнета. Идет подключение, но что-то вяленькое идет подключение, по всей видимости. Скорость интернета настолько будет низкая. А может вообще не будет. Ну, ветер поменялся, все, не будет интернета. Ну, Wi-Fi сеть, че, слабовато. Видно, отсылка есть, возврат какой-то есть сигнала, но нифига нету. Ну, вот такой. Наверное, еще и огромный будет пинг. Короче, смотреть видео по YouTube. Ну, видно, да? Нифига, тест не проходит. Сейчас включаю репитер и будем смотреть, какой у нас получится результат. Как видим, сигнал Wi-Fi более-менее стабильный. Почти все палочки, ну, чуть на одну падает бывает. Сейчас репитер находится на расстоянии примерно где-то в пяти метрах от меня. Вот. Давайте посмотрим скорость. Скорость speed. Пробуем. Идет подключение. Ну, понятно, что скорость будет не космическая, как нам хотелось бы. Но, в принципе, свои 10 мегабит, я считаю, это, в принципе, неплохой результат. Для мобильных устройств это за глаза скорости хватает. Ну, даже до 13 поднимается. Ну, короче, грубо говоря, ну, 10 мегабит. А, 10 мегабит и 14 на загрузку. Ну, вот такой результат у нас получился. Ну, не сказать, что прям супер, но мне хватает. Поэтому тема реально рабочая, и, в принципе, можно сэкономить, купив, там, за 200 рублей, 300, такой роутер вместо репитера. И, пожалуйста, подключить и пользоваться. Нет, если мы, конечно, роутер запитаем через провод к репитеру, к репитеру кинем провод, то, конечно, скорость возрастет. Однозначно. Ну, у меня получился такой результат. Я не хотел никаких проводов. Чисто по Wi-Fi соединиться. И, в принципе, пользоваться мобильным... Через мобильный телефон, интернетом, YouTube смотреть, да. В принципе, все окей. YouTube нормально будет работать. Стабильно. Конечно, надо будет перезагружать. Ну, вот. Нормально воспроизводится. Подкачивается. И все окей у нас работает. То есть, поставленная цель выполнена. И это самое главное. На этом, я считаю, что видео можно заканчивать. Обязательно поставьте лайк. Прям под этим видео, и под этим, и под другим видео. Обязательно поделиться нажмите. Ну, и, конечно же, подписаться. Всем желаю крепкого здоровья, классных ремонтов, легких настроек, и чтобы жизнь била, как говорится, ключом. Но не по голове. Всем успехов, и пока. Чао-чао. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Продолжение следует...